Всем огромный привет, друзья! С вами канал ВИП, всерьез и по наружку. Как всегда, прогноз погоды в Павлодарском регионе на ближайшие дни. С 13 по 15 августа температура воздуха в Павлодаре и области днем 22-25 градусов тепла, ночью температура в пределах 10-15 градусов выше нуля. В субботу 13 августа синоптики прогнозируют ливневый дождь с грозой. Бушующий ураган Антонина разнес в щепки квартиру своего мужа. Субтитры подогнал «Симон» Каждый человек вспоминает родные места на протяжении всей своей жизни. Жизнь многих из нас складывается так, что в определенный момент мы вынуждены покинуть родной дом, близких людей и отправиться туда, где можно построить свою жизнь более комфортно и продуктивно. Одним из мест, которые мы покидаем, но затем долгое время вспоминаем, является родная улица. На самом же деле суть кроется не в самой улице, состоящей из дороги, тротуаров, построек. Скорее дело здесь в том, что родная для человека улица ассоциируется с большим количеством разного рода воспоминаний, событий, которые когда-то состоялись в этих местах. Как правило, люди вырастают не только у себя дома, но и на этой улице, на которой они живут. Моя улица навсегда останется в моем сердце, независимо от того, где я буду жить в будущем. Итак, друзья, меня зовут Владимир. И я благодарен тем, кто подписался на наш канал, кто пишет свои комментарии. И спасибо, друзья, что смотрите наши видео. А я продолжаю серию роликов о городе Павлодар, городе, где я проживаю. Сегодня, друзья, необычное видео. Прокатимся по проспекту Назарбаева, проедем через микрорайон Дачный, проедем в сторону. Впрочем, друзья, наливайте чашечку кофе и смотрите с удовольствием вместе с нами. Павлодар меняет свой вид с каждым годом все больше. Появляются новостройки, на старых зданиях при ремонте применяют новые виды отделки. Однако эпоха СССР еще не совсем ушла из северного города Казахстана. Заметить это могут лишь самые внимательные. Улица Кутузова, проспект Независимости, проспект Нурсултана Назарбаева. Это все одна и та же улица. Меняется время, меняется название. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Микрорайон Дачный. Много интересного можно рассказать об этом районе. Были времена, когда людям выдавались здесь бесплатные квартиры от предприятий города. Люди получали главный документ на жилье, который назывался Ордер. Многие из вас, наверное, вспомнили сейчас тот период. Коллеги по работе и друзья помогали новоселам перевозить вещи и радовались за своих товарищей. О микрорайоне Дачный на канале есть видео в двух частях. Ссылку я оставлю в описании к видео. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжается строительство микрорайона Достык. Переводясь с казахского языка, Достык – это дружба. Дружба народов Казахстана, которая заложена в сердцах людей. Это и есть залог единства нашего государства и движущая сила развития современного общества. Поэтому красивое название микрорайона должно соответствовать современной архитектуре зданий. Люди здесь должны жить и радоваться. А как выглядит микрорайон на сегодняшний день – судите сами. Делитесь своими впечатлениями. Буду вам благодарен. Но мы продолжаем свой маршрут в сторону Кольца на аэропорт. Трамвайную ветку от улицы Ладожской до Кольца на аэропорт пока еще не проложили. А вот на самом Кольце произошли некоторые изменения. Я вам все обязательно покажу. По направлению нашего маршрута располагаются дачные участки, садоводство «Энтузиаст», «Строитель», «Южный», немного дальше «Яблонька» и «Металлург». В сторону аэропорта мы уже когда-то ездили с вами. Познакомил я вас, друзья, и с населенным пунктом Кинжиколь. В прошлом это был совхоз «Техникум». Катались мы, друзья, и по уникальному мосту через Иртыш. Так что на этот раз наш маршрут будет проходить в сторону ТЭЦ-1. Кольцо на аэропорт. В 2019 году появилась блестящая надпись с названием. Конструкцию установили при въезде в город со стороны аэропорта. Высота надписи 3,3 метра. Ширина чуть больше 21 метра. Передняя часть конструкции состоит из букв из глиттера, что более устойчиво к внешним природным воздействиям. Установить композицию предложили горожане, обратившись к прежнему Акиму области в соцсетях. И вот, друзья, кольцо на аэропорт стало еще более привлекательным. Территорию, которая была засыпана щебнем, украсили плиткой. Конструктивно изменили схему подсветки, отрегулировали равномерность освещения. КОНЕЦ Павлодарцам предлагают купить квартиры в новостройках. В районе авиагородка. Двухэтажные таунхаусы здесь построили около трех лет назад. Каждый рассчитан на двух владельцев. Непроданными до сих пор остаются 9 квартир. Возведено 55 домов по типовым проектам. Двухэтажные и одноэтажные. Летом 2019 года говорили о цене 120 тысяч тенге за квадратный метр. С тех пор сумма не изменилась. На сегодня дома подключены к центральному водоснабжению. Подведено электричество. Отопление на твердом топливе. То есть, чтобы не замерзнуть зимой, придется топить печку. По информации отдела жилищных отношений, в каждом таунхаусе на первом этаже расположены веранда, гостиная, кухня, кладовая и санузел. На втором этаже три спальни и ванная. Прилегающий земельный участок площадью 10 соток. Общая площадь дома больше 160 квадратных метров. Стоимость 19,3 миллиона тенге. В Павлодарскую область стали реже приезжать иностранные специалисты. Их количество по сравнению с прошлым годом сократилось на 20%. В областном управлении координацией занятости и социальных программ это связывает с повышением уровня образования и квалификации местных специалистов. Зарубежные специалисты приезжают в проектыщие в основном из Австралии, Азербайджана, Великобритании, Германии, Индонезии и ЮАР. У нас они занимаются наладкой промышленных процессов, запуском оборудования, которые местные предприятия купили за рубежом и обучением наших рабочих. Сокращение иностранной рабочей силы говорит о том, что все наши крупные предприятия обучают свой персонал, повышают его квалификацию, чтобы они могли работать на новом оборудовании. А вот трудовые мигранты в Полударскую область приезжают в основном из Узбекистана, Таджикистана и Азербайджана. Трудовые мигранты из стран Таможенного союза могут находиться в Казахстане без разрешений. От кольца на аэропорт мы направляемся по дороге в сторону ТЭЦ-1 и алюминиевого завода. Кто не знает, что такое ТЭЦ, я сейчас объясню. ТЭЦ – это электроцентраль. Обеспечивает Павлодарский алюминиевый завод паром и электроэнергией. А жителей Павлодара – горячей водой и теплом. Эксплуатируется с 1964 года. Также по этой дороге можно проехать на Казахстанский электролизный завод, сокращенно КЭЗ. С левой стороны дороги располагается садоводство «Энтузиаст», а с правой – сад Южный. Далее сад Южный заканчивается и начинается садоводство «Металлург». Я остановился на автобусной остановке «Сад Металлург». Здесь курсируют два маршрута. Их в народе называют по-простому – 27-й и 9-ка. Может, тот увидит эти места и душа наполнится приятными воспоминаниями. Это не элитное, а обычное садоводческое товарищество. Из 19 садоводств элитными считаются те, которые располагаются ближе к городу и реке, соответственно. Там меньше проблем с инфраструктурой, водоснабжением и транспортом. В Европе дача, я так думаю, место отдыха. В нашей стране немного иные традиции. На дачах не расслабляются, а работают в надежде собрать хороший урожай, обеспечить семью свежими овощами и запасом на зиму. Обычные стандартные участки – 6 соток. Друзья, вы просили меня показать свой дачный участок. Выполняю вашу просьбу. Но чтобы видео не было скучным, покажу основные моменты. Иногда полезно прогуляться на природе, подышать свежим воздухом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На этой благодатной и щедрой земле растет практически все. Нужно только приложить максимум стараний, невзирая ни на какие погодные условия, проявить свое трудолюбие. И тогда землян благодарит вас за ваш ежедневный невыстанный труд. Субтитры создавал DimaTorzok 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 И задал такой вопрос Что-то я никак не въеду Или мозгом не дорос Землю ты копаешь классно Получастка одолел Но зачем на тещу каску Ты, соседушка, надел? Расскажу тебе по блату Попытайся ты понять Грязь налипнет на лопату Вот и буду отбивать Но как вы догадались, друзья Это из области юмора На самом же деле Я всегда любил и уважал Свою тещу Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну вот и заканчивается наш ролик Из-за нехватки времени свободного Видео стало выходить реже Я очень благодарен своим подписчикам За понимание За ваши теплые и добрые комментарии Спасибо, что вы с нами Крепкого вам здоровья, друзья Хорошего настроения Всем пока-пока!